Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, и если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю! Всем известно, что король поп-музыки многократно ложился под нож хирурга. Уже в детстве он был недоволен своей внешностью, и это недовольство с годами только нарастало. Джексон страдал зависимостью, которая знакома многим его коллегам, но никому из них в такой чудовищной форме и масштабах. Как бы выглядел он, если бы еще в молодости смирился со своей, как ему казалось, плебейской внешностью? Недавно был создан графический портрет немолодого Майкла Джексона без пластики, которую он делал всю свою жизнь. На детских фотографиях Майкл выглядит как типичный афроамериканец, маленький симпатичный мальчик, обычное милое лицо, но это лицо он ненавидел. Став известным и богатым, он избавился от него. Первую операцию Джексон сделал в 79 году. Это была ринопластика, операция по уменьшению носа. И она потребовалась певцу якобы после того, как он упал на репетиции и сломал нос. Потом была еще одна операция, и еще одна, и еще. А после стал меняться и цвет кожи Майкла. Долгое время ходили слухи, что певец намеренно отбеливает ее, дабы походить на европейца. Однако, в начале 90-х Майкл Джексон дал довольно откровенное интервью, в котором признался, что у него витилига. Нарушение пигментации кожи, заболевание, о котором тогда еще мало кто знал. Кроме того, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки страдал дисморфобией, психическим расстройством, при котором даже самый незначительный дефект во внешности не дает покоя, и человек пытается все время его изменить или как-либо исправить. Джексон упорно не признавался в любви к пластике. Он, словно стесняясь своей зависимости, уверял журналистам, что сделал всего одну операцию, в то время, когда сделано было как минимум 10. Кроме того, он утверждал, что кардинальное преображение связано с каким-то возрастными изменениями, со сменой прически, с сценическим освещением и прочее. Вот так Майкл подросток выглядит на фотографиях 70-х. Ничего общего не имеется со знаменитейшим певцом Майклом Джексоном, и поклонникам его, конечно, хотелось бы знать, каким бы он стал в зрелом возрасте, если бы не вел отчаянно 30-летнюю борьбу с мифовическими изъянами. Вероятно, по мнению специалистов и графиков, он выглядел бы вот так. Данное фото было представлено экспертами, работающими над созданием нового документального фильма о короле поп-музыки. А что думаете вы, уважаемые зрители, стоило Майкл идти на такие изменения, либо следовало все оставить так, как есть? Напишите свой ответ в комментариях.